Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенный, избравший нас из среды народа, федоровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Дворим». Она открывает пятую книгу Торы, которая также называется, начинается фразой «Вот слова, которые говорил Маше всему Исраэлю за Ирденом в пустыне Арава». Интересно, что слово «дворим» буквально переводится как «слова» и как «дела». И можно было его перевести «Вот дела, о которых говорил Маше всему Исраэлю за Ирденом». И дальше мы видим как раз-таки именно перечисление тех дел, которые Господь творил для своего народа в пустыне в течение 40 лет. Маше это все достаточно подробно перечисляет и дает свои комментарии, оценки определенным действиям. Значит, я вот когда читал, мне, ну, мое внимание было обращено на такое интересное место. Это, значит, вторая глава автора Закония с 24 стиха. «Встаньте, двиньтесь и перейдите реку Орнон. Смотри, я предаю в руку твою Сихона, царя Хэшбонского, Эмария и землю его. Начинай завладевать ею, затеяв с ним войну. Сегодня я начну наводить страх и ужас пред тобою на все народы под всем небом. Те, которые услышат весть о тебе, встревожатся и затрепещут пред тобою». Я пока сделаю паузу, я хочу, чтобы вы обратили внимание на смысл сказанного. О чем здесь говорится? О том, чтобы Израиль затеял войну с царем Сигоном, да? Это говорит о том, что нужно вооружиться и пойти воевать, правильно? Что делает Маше? «И послал я послов по пустыне Кадаймот к Сихону, царю Хэшбонскому, со словами мира, чтобы сказать, дай нам пройти через землю твою, только по дороге пойду я, не сверну ни направо, ни налево. Пищу за серебро продавать будешь мне, и я буду есть, и воду за серебро дашь мне, и я буду пить, только ногами моими пройду. «Как поступали со мной сыны Исаава, живущие на Сирии, и мавитяне, живущие на Аре, покуда не перейду через Ярдым в землю, которую Господь Бог наш дает нам». Скажите, Маше поступил именно так, как ему сказал Господь? Ну, Господь ему сказал, иди воевать, а Маше посылает послов мира. Скажите, пожалуйста, Маше правильно поступил? Кто сказал «да»? Почему? С какой стати, если Господь сказал «иди и воюй»? К чему тут уже разговоры? Так что, правильно идти воевать? Может, они сами сдадутся? А кто помнит постановление Торы в отношении того, как вообще израильтянам вести войну? Ну, то есть, за Иорданом необходимо было уничтожить все народы. Там без вариантов. Значит, но были отдельные народы, вот в частности, тут упоминается и Исаф, и Маавитяне. Значит, были отдельные народы, в отношении которых были постановления следующего плана. «Пойди и предложи им мир». Если они согласятся, то все в порядке. Если же не согласятся, то тогда их завоюй. Значит, и Маше, в принципе, когда ему Господь «иди воевать», исполнил именно так, как Господь повелел вести войны в данном случае, в данном конкретном случае. Значит, но тут есть еще один интересный момент. Почему все-таки война с этим народом? Бог посылает на войну, хотя Маше посылает послов мира. Значит, тут как бы история такая, что, ну, народ этот не захотел принять мира, и Господь об этом знал. Просто иногда в Торе, когда Бог говорит, что вот я сделаю это и это, событие начинает разворачиваться несколько иначе. Значит, смотрите, что дальше написано. Значит, но не согласился Сихон, царь Хешбонский, дать нам проход у себя, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его и сделал сердце его упорным, чтобы придать его в руку твою, как это ныне и случилось. У меня вопрос, а мог что-то сделать этот царь против Господа? Господь ожесточил его сердце. Извините, а где же свобода выбора? То есть, Господь ожесточает сердце царя, посылает Маше с миром. Ну, как-то, знаете, странно, такой развод получается, как будто дешевый. И вы знаете, я, как бы вот, ну, размышляя об этом вроде бы несоответствии, вспомнил, что нечто подобное было и с фараоном. Интересу ради я перечитал историю, ну, как бы я и прежде знал об этом, но я решил на всякий случай перечитать, чтобы действительно донести таки достоверную информацию, а не то, что я помню и что я знаю. Значит, если вы удосужитесь внимательно перечитать исход, историю исхода, значит, самое начало, когда Маше только встретился с Господом в пустыне, и Господь его посылает. Значит, что Господь говорит? Это исход, 3 глава, 16 стиха. «Пойди, собери старейшин Исраилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Ацхака Якова, говоря, вспомнил я о вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, я выведу вас из-под Игоя Египетского в землю Кананеев, Хитиев, Хитийцев, Амариев, Перезеев, Хивийцев, Евусеев, землю, текущую молоком и медом. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты, старейшина Исраилевы, к царю Египетскому и скажите ему, Господь Бог Еврим явился нам, а теперь мы бы пошли на три дня пути в пустыню, принесли бы жертву Господу Богу нашему. А я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. Я и проструя руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю в сердце его, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и будете, когда пойдете, не пойдете порожнем, а выпросит каждая женщина у соседки своей и у жилицы дома ее вещей серебряных, вещей золотых и одежд, и вы возложите их на сыновей ваших и на дочерей ваших, и оберете египтян. То есть, смотрите, Господь изначально излагает план своих действий, и Он тут же предупреждает, что фараон не захочет отпустить, если не принудить его рукою сильной и крепкой. То есть, в этом стихе говорится о том, что воля фараона была против воли Всевышнего. Значит, дальше, когда в очередной раз эта тема всплывает в диалоге Господа и Маше, Господь говорит, я ожесточу сердце фараона. А дальше, если мы прочитаем в хронологическом порядке все визиты Маше к фараону, мы увидим, что первые семь раз фараон сам ожесточал свое сердце. И в конечном итоге произошло так, что Господь ожесточил его сердце. И я думаю, что после этого момента у фараона уже выбора не было. То есть, у него был выбор, была та самая свобода воли, свобода выбора, которую Бог наделил каждого человека. И никто не может сказать, что Бог принуждал фараона ожесточать свое сердце. Он сам выбирал этот путь. В конечном итоге, когда фараон уже настолько ожесточил свое сердце, что по-другому поступать не мог, ну, вы поймите, думаю, что многие из вас согласятся с тем, что если изо дня в день постоянно совершать одно и то же событие, целенаправленно, даже если оно неприятно, значит, в какой-то момент просыпаешься, и ты уже забыл о том, что оно неприятно, и тебе хочется именно этого сделать. К примеру, то же самое курение. Кто курил, вспомните первую затяжку. Кто когда-то был алкоголиком, вспомните первую рюмку. Они неприятны. Но мы заставляли себя это делать, и в какой-то момент мы утром просыпаемся, нам хочется затянуться, нам хочется выпить рюмку. То есть сердце наше мы настолько ожесточили, что оно стало ожесточенным. Понимаете? Сначала мы ожесточаем, потом оно становится таким. И сделать мы уже с этим ничего не можем, потому что Ишуа говорит, делающий грех есть раб греха, и не может никто освободиться, если не освободит его сын человеческий. Так вот, я думаю, что в истории с Сионом произошла аналогичная ситуация. Сион не захотел, и Господь ожесточил его сердце. Я думаю, что он достаточно долгое время слышал об Израиле, и когда Израиль подошел к его границам, он уже сформировал свое отношение к этому народу. Это, кстати, тоже очень интересная тема для размышлений в отношении изменения границ из тех или иных государств, по чьей воле это происходит. Ну, то есть, чтобы мы не витали в облаках и не думали, что один царь волен сделать что-то по своему собственному произволу, и Господь где-то в стороне, и он совсем не в курсе. То есть, мы должны понимать, что Господь, Он творец всего, Он хозяин всего, и Он делает то, что Он считает нужным. Наше дело исследовать свое сердце, исследовать пути Божьи, потому что мы можем оказаться в очень плачевном состоянии. В каком? Значит, тема ожесточения сердца. Значит, смотрите. Поскольку мы совершаем иногда некоторые неблаговидные поступки, потом каемся, просим прощения, получаем это прощение, Господь нас очищает, я хочу предупредить вас о очень большой опасности. Мы не знаем, когда, какой, в который из разов очередной наш грех станет последним по нашему выбору. Понимаете, о чем я говорю? Существует точка невозврата. У царя Сигонского она была, у фараона она была. Сначала они выбирали противиться Господу. И дошли до того момента, что уже Господь сказал, хорошо, тогда я буду твоим противником. Понимаете? Был момент, когда была возможность покаяться, когда была возможность обратиться и принять волю Божью. Но они дошли до точки невозврата. И они уже не в состоянии были совладеть со своим окаменевшим сердцем. И поэтому Новый Завет также нас предупреждает. Это послание к евреям. Третья глава седьмого стиха. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем. Не познали они путей моих. Смотрите, непрестанно заблуждаются сердцем. То есть, постоянно выбирают не то. Не познали путей моих, то есть, не исследовали, а что же Господь делает на данный момент. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе, говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые и слышавших возроптали, ибо не все, вышедшие из Египта, на кого же негодовал он сорок лет, не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных. И так видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенную верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. То есть это очень серьезное предупреждение о том, что если мы будем ожесточать свое сердце, в какой-то момент мы можем оказаться с ожесточенным сердцем. Поэтому будем стараться следить за своим сердцем, чтобы оно не ожесточилось, наоборот, смягчать его пред Господом и действительно советоваться с ним по поводу того, какой выбор делать. Потому что, ну, действительно, никто из нас не знает, к чему приведет то или иное наше решение. И лучше путей Божьих для нас быть не может. Поэтому исследуйте свое сердце, познавайте его пути, и я верю, он приведет вас туда, куда он хочет вас привести.